Музыка В магазине продается много разных магнитных левитонок И сегодня проведем эксперимент Попробуем сделать своими руками Для этого необходимо вот такие два больших магнита Их можно достать в любом старом приемнике, колонках Дальше нам потребуется один маленький магнит Вот такая вот шайбочка Палочка, ну примерно 4 сантиметров И вот такой маленький гвоздик И конечно нам понадобится один пластилин Но для чего он нужен, объясню по поводу Собираем два больших магнита вместе Дальше мы собираем наш волчок Одеваем на палочку маленький магнит При помощи пластилина соединяем шайбочку И потом одеваем гвоздик Магнит должен лежать так, чтобы волчок вытягивал его на руку Для этого берем любую крышечку Чтобы когда будем раскручивать Наш волчок не улетал во все стороны И начинаем свой экстез Видим, что он у нас подпрыгнул А это значит не хватает немного балансировки Для этого берем, как я и говорил, пластилин И добавляем сюда вот чуть-чуть, чтобы сбалансировать Мы добавили пластилин Вот для чего он был нужен Чтобы сбалансировать Он очень легко добавляется и убавляется А если будем использовать шайбочки То это может занять несколько дней Мы видим, что он улетел в эту сторону А это значит нам нужно его выровнять Для этого берем вот эти вот бумажки И кладем в ту сторону Чтобы его подровнять Как мы видим, что наш эксперимент удался А это значит, что вы сможете легко этот эксперимент повторить у себя дома При правильной раскрутке он может более 1 или 2 минут купить В этом эксперименте мы увидели, что вагнитный левитрон или волчок работает Вы легко сможете сделать этот эксперимент в домашних условиях И не нужно покупать магазины, которые стоят от 1000 до 2000 рублей А с вами был Илья Террер Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok